всем привет и очень рад вас снова видеть сегодня у нас новое видео мы все так же продолжаем наш переход на бразилию идем и пустые в балласте ожидаем погрузить там 179 тысяч тонн угля ну а по дороге зашли в сингапур нам нужно было получить провизию запчасти некоторые стороны и топливо сейчас мы уже закончили бунтировку взяли около 600 тонн топлива должно как раз хватить нам на переход на бразилию и возможно обратно до следующей бунтировочной станции скорее всего это будет где-то в южной африке но сейчас мы в ожидании лоцмана сейчас он поднимется на борт и будем поднимать якорь судно уже готово к отходу все на своих местах и будем продолжать наш путь впереди нас ждет проход сингапурского канала и малакского пролива а дальше индийский океан уже будут свободные воды будет полегче но переходим к навигационным вахтам ну вот мы обратно на мостике уже навигационные вахты проходим сингапурский пролив судно села на мель если я не ошибаюсь уже больше года никак его не могут снять это огромный контейнеровоз цена ошибки очень велика очень плотный трафик огромное количество судов это наверное самое нелюбимое место для всех штурманов у нас усиленная ходовая вахта практически все штурмана на мосту капитан рулевой очень плотный трафик очень много судов и все они в непосредственной близости от нас надо быть очень внимательным этот контейнеровозик нас уже обгоняет второй раз потом сбрасывается непонятно что от него ждать с правого борта сингапур город уже его оставили позади и вот такой неожиданный сюрприз майорск ширнос один из контейнеровозов на которых я начинал свою карьеру третьим помощником как тесен мир есть бонусный таймлапс проход сингапурского пролива несколько вахт за несколько минут просто посмотрите на этот трафик это конечно не самое худшее что может случиться на больших блокерах когда у тебя длинные переходы конечно от этого всего очень быстро отвыкаешь когда на контейнеровозе работаешь и постоянно проходишь по несколько раз в месяц сингапур это не воспринимается уже чем-то особенным но есть что есть это всегда стресс и не самые приятные вахты ну а у нас новый день новая вахта вышли из сингапурского пролива продолжаем свой путь в малакском у нас плотный трафик много рыбаков индонезийские рыбаки в принципе спокойные ловят себе рыбу и не сильно портят жизнь погода просто прекрасно сегодня у рядовых еще один национальный праздник них выходной набирать планируют бассейн температура воздуха у нас 30 градусов вода 26 рай что там у нас но практически уже закончили набирать бассейн будут принимать солнечные ванны ну новый день новая вахта мы уже в индийском океане скорость хорошая принципе трафика практически нет но очень быстро начала портится погода встречный ветер у нас порывами до 45 узлов сейчас выйдем на крылом посмотрим в принципе солнечное тепло сейчас пойдем посмотрим ветрено но в принципе солнышко светит 29 градусов волна небольшая но заходит уже все-таки немножко в борт начала качать мы в балласте но особо это не доставляет никаких неприятностей дискомфорта рабочий день в разгаре по работе мы заканчиваем уже замывку трюмов сейчас у нас в работе девятый трюм заканчивают замывку там топа ну и теоретически трюма готова под погрузку начали смену балласта берем на перелив нужно набрать 300 процентов от номинального объема балластных танков очень сильно усилился ветер погода портится на глазах затягивает небо тучами ожидаем мы сильный штормовой ветер но наша вахта подходит концу и можно идти на заслуженный отдых позавтракали попили кофе снова на вахте все также индийский океан ночью прошли маврики и реюнион подходим к мадагаскару наверно будем проходить его уже завтра по расписанию погода улучшается скорость тоже неплохая в среднем больше 13 узлов так сейчас выйдем на крыло уже не так жарко идем на юг если вчера было 35 градусов сегодня 28 ветрено уже не понабираешь бассейн не позагораешь красота люблю свою работу новый день проходим мадагаскар карте это как раз о том как моряки видят дальние страны сейчас самого покажу вот он где-то там ты это знаешь видишь по карте но вокруг только море но все равно приятно сегодня у нас прекрасный солнечный день погода отличная ветер небольшой заходит с кормы так что у нас безветрия начали мы приводить в порядок надстройку начали с манки дека с навигационной палубы но у меня другая работа сегодня у нас плановая проверка магнитного компаса в принципе все прекрасно девиация в норме и никаких пузырьков воздуха вечерняя вахта на следующий день матрос уже перешли на правое крыло левое у нас уже закончена краска еще правда не высохла погуляем завтра ну а мы на ночной вахте подходим к южной африке словили очень сильное попутное течение облуха скажем скорость у нас больше 18 узлов для балкера это просто что-то невероятное хоть и временное скоро будем проходить порт элизабет вот у нас здесь алгуа бэй скорее всего на обратном пути топлива будем брать именно там скорость не может не радовать раньше придем в бразилию раньше полетим домой ну у нас новый день новая пища оставили мы с доброй надеждой за траверсом впереди у нас южная атлантика трафика нет погода прекрасная хоть и не очень тепло для бассейна закончили покраску крыльев мостика просто прекрасно давайте пойдем посмотрим на левое как раз сделал себе чашечку кофе пойдем на свежий воздух красота ощущение нового парохода свежая краска творит чудеса они ушли работать ниже будут сегодня заканчивать а чап на шлюпочной палубе ну у нас новая вахта все также южная атлантика скорость у нас небольшая будем идти еще несколько дней пасмурно сейчас пойдем посмотрим на фронт работ у нас идет восстановление нижних палуб покраска где растинг ботсман наш местный супер герой уже закончили вентиляционные грибки справа борта тихо спокойно никто к нам на вахту не приходит скучаем в одиночестве закончили и капитанскую палубу красота я думаю до конца перехода закончим и пуп дек кормовую палубу ну а сейчас давайте поднимемся навигационную на самую верхнюю палубу закончили мы еще вчера сегодня нанесли маркировку на все радиооборудование красота как новую восстановили полностью основную мачту новый брезент на магнитном компасе выкрасили заново новую антенну которую установили нам в драйдоке ну не будем сильно затягивать видео и если оно вам понравилось поставьте лайк подписывайтесь на канал если вам интересна морская тематика и до новых встреч пока пока